В Ульяновской области в ближайшие годы планируют привлечь более 100 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная цель – изменение формата работы служб трудоустройства, а также повышение производительности труда на предприятиях. Об этом говорилось на встрече с журналистами в региональном пресс-центре. Рынок труда в регионе в настоящее время весьма активен. В базе данных порядка 13 тысяч вакансий. При этом в силу ряда причин от традиционных ярмарок вакансий, проводимых в одном помещении, пришлось отказаться. Как минимум на время, а возможно и постоянно, их меняют онлайн-мероприятия. И по информации регионального кадрового центра эта практика вполне оправдывает себя. А еще отмечается изменение требований работодателей. На сегодняшний день уже недостаточно только основных, скажем так, базовых знаний, которые человеку дает, например, институт, университет, либо он там имел какие-то повышения квалификации, проходил. Очень важна еще вот эта командная работа. В чем еще и смысл производительности труда и как раз вот этого бережливого производства, что человек, командный игрок, он всегда более четко встроится как раз в ту линию. Два предприятия нашего региона уже с 2021-го становятся полноправными участниками нацпроекта. Одно из них – заводский мясокомбинат. Здесь намерены модернизировать производство и перераспределить рабочие ресурсы для большей эффективности. Помочь должны и эксперты. При этом на предприятии говорят, что и без этого стремились к оптимизации работы без сокращения персонала, а участие в крупном проекте только поможет выйти на новый уровень. Участки, которые мы сейчас создаем, закупаем новое оборудование, где будут другие виды продукции. Вот. Поэтому люди останутся на рабочих местах. Сейчас мы уже первый этап провели, то есть мотивация сотрудников по-новому. Это нам уже дало какие-то плоды. Критериев, по которым предприятия могут стать участниками проекта, несколько. Доля иностранного капитала не должна превышать 25%. Сфера деятельности тоже ограничена. Сельское хозяйство, продукты питания или переработка. За три года в регионе намерены включить в проект до полусотни производителей. На предприятиях участников национального проекта планируется повышение производительности поэтапно. 10, 15, 30% в течение трех лет. Цифры вроде бы довольно-таки значимые, но сейчас по анализу работы, то, что федеральные эксперты озвучивали цифры, и с более чем полутора тысяч предприятий, порядка 70% предприятий перевыполнили эти показатели. Игорь Кранцев, Сергей Свечников, Весы, Пульяновск.